Владимирскую ТЭЦ-2 по праву называют энергетическим сердцем областного центра. Предприятие обеспечивает во Владимире около 80% потребности в тепловой энергии. Первым делом заместителю губернатора Александру Байеру на ТЭЦ-2 показали современную парогазовую установку. Этот энергоблок был возведен на предприятии в 2014 году. Управление технологическим процессом полностью автоматизировано. Вся информация поступает на компьютеры. На каждом экране данные о конкретном котле. В том числе строгий контроль ведется за исправностью оборудования и в случае сбоя системы в автоматическом режиме запускается процесс устранения неполадок. Главный регулятор позволяет поддерживать электрическую нагрузку за счет изменения пара в коллекторе. Допустим, турбина взяла нагрузку за счет изменения частоты в системе. Давление просело пара в коллекторе. Котлы в автоматическом режиме берут нагрузку. Без участия машины. Последняя модернизация предприятия обошлась в 10 миллиардов рублей. Построенный на эти деньги, энергоблок позволил увеличить мощность выработки электроэнергии, при этом сократив расходы. И самый главный результат реконструкции – надежное и бесперебойное теплоснабжение. Так, администрация области высоко оценила работу компании в утопительном сезоне этого года. Серьезных аварий на теплосетях удалось избежать. В этом году больше 20 километров сетей переложено. Все согласно инвестпрограмме утвержденной. Соответственно, в этом году темпы не сбавляем. Ну и, соответственно, видим в том числе и снижение уровня дефектов на теплосетях, как на квартальных, так и магистральных. Что касается ТЭЦ-2, то, по мнению Александра Байера, в глобальных реконструкциях предприятие на сегодняшний день не нуждается. Но для дальнейшего успешного развития инвестиций компании необходимы. Реализация крупных инвестпроектов станет возможным благодаря новому соглашению. Она уже фактически готова и в ближайшее время администрация области его подпишет с руководством компании Пауты+. Результатом этого соглашения будут рамочные отношения по тарифу, а значит будут определены финансовые лимиты. И дальше мы приступим к работе по порождению, надеюсь, по порождению целой серии инвестиционных проектов. И в этом смысле, конечно, очень хотелось перед тем, как начать мечтать в бумаге, посмотреть все вживую. Впечатление очень хорошее. И самое главное, что понравилось, я не буду говорить цифры и термины, мне понравилась культура производства. К слову, один из инвестиционных проектов, который, возможно, будет реализован на ТЭС-2, будет касаться перехода с мазута на газ в качестве резервного топлива. Это позволит в том числе сократить расходы и сэкономленные деньги вложить в реализацию новых инвестиционных проектов.